Встречаем! Херсун Дмитрий, город Кишинёв, Молдова. Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Из Кишинёва? Прямиком оттуда. Живёте там? И даже учусь. Родились там? Да, всю жизнь. Давно мы не были. Как там, хорошо? Ну, последнее время вас очень не хватает, поэтому вот только смотрим «Рассмеши комика» и этим только и живём. Правда? Ну, видимо, пишете юмор. Ну, стараемся. Дим, вот скажите, пожалуйста, а вот это же вы недавно в Евросоюз там пошли, да? Нет. А вы лично нет? Нет, нет, нет. Это Евросоюз хотел как-то к нам присоединиться, но не вышло. Но вы их не присоединяете? Нет. Не хотите? Ну, кто-то хочет, кто-то нет. А вы? Лично я? Да. Какой сложный вопрос. Ответьте. Я вот уже три года думаю и как-то не догадываюсь. Никак не входится у вас. Понятно. Слушайте, а скажите вот честно, не обижайтесь. А как вы вот, я считаю, что это несправедливо, вот шутят про Молдаван и про Чукчей, и вот это всё, вот как вы относитесь к этим шуткам вообще? Обижаетесь? Ну, Задорнов тоже про американцев много шутит. И теперь его не пускают туда? Да. Понял, я заканчиваю говорить, я хочу приезжать в Кишинёв. Удачи. Спасибо. Дмитрий, волнуетесь? Честно? Честно. Очень. Ну и здорово. Поехали. Мало кто знает, что вахтёрши в общаге в прошлой жизни работали на таможне. Молдаване не идут на службу в армию, потому что для них строй имеет другое значение. Мальчик, воспитанный чайником, свистит, когда закончит. Евгений Кашевой, чтобы не комплексовать, побрил кота на лысо. В программе «Секс со звёздами» победил Николай Басков и «Зеркало». «32 — это норма», — сказал беззубый алкаш, убивая 32-й стакан вина. У гинекологов на вопрос «Ты где?» есть два варианта ответа. В битве экстрасенсов победил Синоптик. Дмитрий, скажите, а вы не работали на радио? Пока нет. Я жду предложений, если что. А «Секс по телефону» не работали? Уверен. Причём уверен, что это человек со стажем. А вдруг вы так резко перешли, да? Вот такой тембур вдруг появился. Ну, это моя особенность. Это ваша фишка. А дело в том, что из-за такого голоса многие не слушают суть шутки. Например, мы. Ну, я глянусь, вы первые три, мне кажется, прослушали. Точно, да. У меня было ощущение, что меня начинают присыпать. Дмитрий, а может попробуйте разными голосами все шутки читать? Какую-то таким, а какую-то и таким. Это провокация. Я не пробовал, но... И не надо. Не пробуйте. Удачи. Дмитрий, вы выиграли одну тысячу гривен, и, видимо, вы идёте на вторую минуту, чтобы увеличить ваш выигрыш в пять раз, да? Ну, да. Желательно, чтобы вернуться ещё домой, а то в Киеве оставаться. Это, конечно, отличный город, но Кишинёв, родной дом. Хочется вернуться туда. На билет обратно нужно накопить. Не совсем понимаю, мы продолжаем или нет? Да, конечно. Ага, хорошо. Итак, вторая минута. В битве экстрасенсы победил синоптик из гидрометцентра. Девушка с пятым размером груди поняла, что беременна только на девятом месяце. Пьяный мальчик получил вначале удар от алкоголя, а затем и от мамы. Кота президента Молдовы по утрам вылизывает кот мэра Кишинёва. Поговаривают, что во время родов мама Гитлера смотрела Дом-2. Охранник в гей-клубе не ощупывает посетителей на входе. Игрок в кёрлинг подрабатывает в клубе уборщицей. Молдавские шаманы могут отремонтировать квартиру по фотографии. Учитель физики натирает эбонитовую палочку не только на уроках. Парень без одного пальца не говорит «дай пять». Психолог Никита Джигурды посещает психолога. Очень наглый голубь сложил из кусочков хлеба слово «ещё». Мало кто знает, что все лысые девочки имеют кличку Мэрилин. Строитель Василий не знал, что выложить на стене ВКонтакте, и выложил плитку. Девушка с первым размером груди ищет парней с маленькой ладошкой. Дим, как вы теперь без денег собираетесь домой-то ехать? Ой, будем, наверное, в переходах играть на гитаре. Умеете играть? Да. Ну, удачи. Спасибо. Дим, спасибо, всего доброго. Привет, Кишинёв! Размеши свежного, сделай, чтоб парень спьянся. Размеши свежного и под столом валяться.